Всем привет! Это программа Live Connect. И сегодня мы поговорим о любительском хоккее в Ростове. Денис, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Расскажите, пожалуйста, как вы создали свою команду? Ну, все началось еще в январе. Тогда мы с ребятами просто хотели пойти поиграть в хоккей. Ну, просто посмотреть, как оно что происходит. Поехали, покатались, попробовали. Всем очень понравилось. И так это и понеслось. Потом решили уже там организовать команду, тренировки, названия. То есть уже пошло полноценно. Получается, вам понравилось просто бегать с клюшками? Ну, да. Раньше до этого видели только по телевизору. Мы привыкли, что в детстве у нас здесь же на юге футбол, всякие такие игры. А то есть лед казалось чем-то вообще за гранью. Ну, что это не наш совсем вид спорта, ну, даже географически. Поэтому просто попробовали. Даже никто подумать бы не мог, что вообще в хоккей будем играть. Поехали просто случайно поиграть, как развлечение, как там в пейнтбол поехать в таком духе. Как вы собрали команду? Ну, у нас очень большой, как бы дружный коллектив, так, ребят. Поэтому позвали просто буквально все своих друзей, там, самых близких. И так у нас получилось уже очень много. Потом там ребята другие еще какие-то там, кто-то просился там, да, тоже к нам поиграть. Интересно стало. Они поприходили. В итоге у нас там около 30 человек сейчас. А вы все, получается, умели кататься на коньках? Ой, нет. У нас кататься на коньках, наоборот, практически мало кто умел. Вот у нас наш тренер, наш капитан, Леша Лесной. Вот он, как бы, хорошо катался. Еще пару ребят, несколько. Остальные там, ну, либо катались совсем еле-еле, либо вообще нет. То есть там больше половины совсем не умели кататься. Я когда пришел, я, ну, там, от бортика там всю первую тренировку там пол игры не отъезжал совсем. То есть там, цепляясь кое-как, перебирался. Ну, потом как-то пошло-поехало. Когда выходишь реально вот на лед в плане не просто, как на каток пришел, а именно как на игру, то как-то сам замечаешь, что гораздо быстрее у тебя прогресс получается. Потому что до этого я был на катке всего три раза. И там, ну, максимум, что я там откатывался от борта буквально там на метр. И ты, ты знаешь, там ехал, ты трясся весь. То тут уже после полтренировки там уже как-то там выезжали в центр. Да, раньше даже страшно было выехать, там сразу трясется все, боишься, как тормозить, как разгоняться там. Ну, вот так пошло-поехало. Наверное, в форме просто удобнее ездить, правильно? Ну, на самом деле форма действительно придает уверенности. Потому что даже как-то и ребята говорили, у которых там уже было так или иначе, как мы попробовали первый раз. Потом уже поняли, что хотим этим серьезно заниматься. И вот в этих подручных, скажем, средствах защиты, что мы изначально брали, там, каски от сноуборда, там, какие-то там наколенники, там, строители. Так дело не пойдет. Начали покупать там уже снаряжение, там, шорты, щитки, нагрудники, налокотники. С этим выезжаешь, когда на лед, гораздо увереннее себя чувствуешь. Ты уже не боишься упасть, потому что падаешь, даже если совсем мягко и никого дискомфорта нет. Денис, как вы выбирали капитана команды? Ну, с выбором капитана у нас проблем не было. Потому что у нас наш друг Алексей Лесной, я сказал, уже у нас капитан, он уже там более четырех лет играет в хоккей. И поэтому, грубо говоря, это все под его предводительством, под его началом. Он нас тренирует, и сразу, как бы, он встал. И это было всем, как бы, интересно и хорошо, потому что, во-первых, он и играть умеет, то есть тренировать. И наш друг, то есть это сближает, то есть в плане контакта гораздо проще идет. И вот так под его командованием так и идем. Если не секрет, сколько средств уходит на хоккейную команду? Ну, смотря что имеется в виду, на форму или на каток? Да, на форму и на каток. Ну, на самом деле, как, получается, мы когда вот начали играть, да, мы не хотели сразу покупать всю форму. Ну, мало ли, понравится, не понравится тот или иной две спорта. Вот мы на первую тренировку пришли, вот у нас были в Декатлоне купили клюшки там по 600 рублей, там самые дешевые. Там коньки, там тоже какие-то полубумажные, там по 1000 наколенники купили, вообще строительные. Ну, то есть, чтобы хоть как-то совсем примитивно, потому что, ну, мало ли, сейчас тебе первая тренировка, а две не понравятся, да, а ты там денег убухаешь много, ну, смысл какой. Поэтому первые затраты у нас какие были, там коньки по 1000, клюшки по 600, ну, пара наколенников, там, рублей на 400. Ну, фактически все, там, каску кто какую придумал. Потом уже поняли, что это нравится, и, то есть, ты даже, когда уже понял, что тебя это зацепило, ты совсем уже об этом не думаешь, мысль на второй план. Экипировка стоит, на самом деле, дорого очень, но когда ты видишь, ты понимаешь, что тебе это нравится, то ты просто отходишь на второй план, то есть, у нас вся команда, действительно, очень быстро там, они оделись, получается. Ну, чтобы скупить самый-самый-самый базовый набор, вот буквально с самого начального уровня, ну, что уже тебе позволит кататься, в принципе, то есть, полноценно, коньки, щитки, шорты, там, краги, ну, полностью весь набор формы, ну, начального уровня самого, то можно, в принципе, там, тысяч, там, ну, около 15 уложиться, уложиться, то есть, полностью с нуля, и, ну, начального уровня комплект формы купить. Ну, а дальше уже больше, то есть, там, ты уже подбираешь, там, себе, там, или клюшку покупаешь, там, композитную, или коньки, там, полупрофессиональные, ну, уже лучше, там, уже предела нет, там, цены зашкаливают, то есть. Ваша команда уже участвовала в каких-то матчах, турнирах? Да, у нас в понедельник была первая товарищеская игра против команды «Метеор», и для нас, и для них это была первая игра, и мы, и они, грубо говоря, как новички, до этого тренировались только вот, ну, со своей командой, никаких игр не было. Первая для нас игра прошла очень замечательно, мы победили со счетом 9-0, ну, показали, там, дух, сплоченность, и это был заслуженный результат наших тренировок. Ну, как вы думаете, почему вы победили? У нас отличная команда, все ребята очень между собой дружат, поддержка, все усиленно тренируются, все слушают своего тренера, тренер подбирает оптимальные у нас звенья между нами, и наставляет на нас, как правильно что делает. Ну, и поскольку мы все друзья, ну, еще были до хоккейной площадки, то у нас взаимопонимание хорошее. Я думаю, это залог успеха. То есть вы не ругаетесь? Ну, разумеется, бывают маленькие склоки, но это все в рамках, скажем так, тренировочного процесса, никаких там серьезных, это ничто серьезное не перерастает, ну, просто в полу борьбы, может, бывает. Ну, то есть ничего серьезного. Получается, ваши игры на ваши взаимоотношения никак не влияют? Нет, разумеется, площадка – это тренировочный процесс, как там у вас там работа, да, рабочие процессы, это как бы отдельно другой мир, там, ну, то есть никак-то не отражается на наших взаимоотношениях в обычной жизни. А как вы считаете, в каком? Ну, только если отражается, только в лучшую сторону. Как вы считаете, в каком возрасте лучше заниматься хоккеем? В вашем возрасте, то есть уже постстуденческом, либо, например, начинать с маленького? Ну, тут смотря, какие цели перед собой ставить, потому что если, как бы, ставить цели, что человек будет играть уже профессионально в хоккей, то есть в команды там, ну, и так далее, строить на этом карьеру, то тут, разумеется, ну, никаких сомнений, что нужно начинать с самого раннего детства, то есть этому уделяют тренировкам очень много времени, по 5-6 дней в неделю ходят, даже бывает по 2 тренировки. Чтобы, ну, добиваться там высокого уровня класса, нужно постоянные интенсивные тренировки. В нашем случае у нас сделан акцент, это, ну, как грубо говоря, тренировки и отдых, то есть мы как хобби это используем, мы играем в удовольствие, поэтому у нас 2-3 тренировки, и 2 тренировки в неделю нам этого достаточно. А сколько это по времени вообще занимает? Ну, тренировка, снимаем лед, мы, получается, на полтора часа у нас проходит, ну, соответственно, еще нужно переодеться в перетренировку, это тоже не быстро, то есть там минут, ну, 10-20 минут переодеться, ну, и, соответственно, потом обратно переодеться в обычную одежду, тоже еще искупаться, там, ну, 10-15-20 минут. Ну что, Денис, мы желаем вам удачи в ваших матчах. Это была программа Live Connect. Увидимся!